Выпавший поздней осенью снег принёс приморцам не только много неприятностей, но и подарил бодрый зимний настрой. В этом году у нас зима пришла рано. Пользуясь моментом, все засуетились сразу. Потому что детворы у нас, конечно, живёт много. И хотелось бы уже начать работу, чтобы они уже катались и на самках, и на лыжах, и на коньках, чтобы полностью свой досуг они проводили интересное. Сегодня в сельских поселениях Спасского района полным ходом идёт подготовка катков, хоккейных коробок, лыжных трасс, горок к работе в зимний период. Я бы хотела, знаете, ещё сказать большое спасибо нашим людям. У нас взрослое население очень активно помогает в этом отношении. Они расчищают, они приходят, заливают. Ведь бюджет района не так велик. И вот отношение людей, понимание людей – это очень важно. Потому что, наверное, нет чужих детей. Они наши, и мы должны о них заботиться. На территории района будут действовать 15 катков и 6 хоккейных коробок. Хоккейные коробки, они, конечно же, у нас самые объёмные, большие. Их достаточно сложно заливать. И большое спасибо главам, которые помогают это делать. Это вот в Красном Куту мы поставили коробку. Потом вот в Лютно-Хвалынском. Одна из лучших коробок всегда заливается просто отменно. Они такие умнички. Далее коробочка у нас идёт в Александровке. Тоже следится. Всё отлично делается. В Чкаловке самой. Практически возле всех учебных заведений оборудуют лыжные трассы. К середине декабря спортивные объекты района будут готовы к приёму граждан. В Спаске-Дальнем уже начала функционировать хоккейная коробка спортивной школы «Атлант». Лёд уже залит. Сборная команда города, так скажем, что они для себя готовили лёд и уже проводят тренировки на этой коробке. Вскоре начнут работу ещё пять коробок в районе улиц Советская, Ленинская, Ершова, Красногвардейская, Краснознамённая. И одна коробка у нас, 12-я школа, это та коробка, которую мы построили в этом году по программе. Там решаются вопросы по подключению к источнику водоснабжения. Каток возле спортивной школы «Атлант» пока не залит, но на это есть причины. Водоканал в связи с жалобами жителей на низкий напор воды ограничил время заливки катка с 22 часов до 6 утра. Кроме катков, в черте города, в микрорайоне 50-летия Спаска, оборудована лыжная трасса, где уже две недели все лыжники города проводят свои тренировки. Оборудована лыжня и в спортивном центре в селе Калиновка. Олег Завьялов, Екатерина Дзубан, Евгений Спиридонов. Новости на Восьмом.